Остаться сухими в последние годы в паводковый период на пересечении улиц Муканова и Татимбета идет затопление степными металлами-водами микронайона Гульдер-2. Что делать со властями, чтобы не допустить подхода воды к домам, узнавала Ирина Вовещевич. Сейчас на Татимбета вход прегражден, стоят знаки. Следов затопления не наблюдается, хотя еще накануне, растаявший в степи за день снег, превратясь в воду через дорогу, поступал к жилым домам. Однако искусственные баррикады, вкопанные в землю трубы, не дают воде приблизиться к многоэтажкам. Через заправку сюда пошли, а потом они вот это засыпали, и все, вода ушла, уже нету, сейчас нормально. Все, в этом году они как-то немножко подсуетились, подстраховались, сделали здесь вот сливную, видите, там труба закопана. Вот вчера, позавчера еще очень большой струей оттуда вода бежала. Жители говорят, что даже ночью в их районе дежурят рабочие с техникой. Всю ночь дежурный трактор стоял с светом большим, ребята были двое или трое, а днем человек 15-18 в желтых этих костюмчиках. Дежурство и мониторинг паводковой ситуации тут ведет коммунальное предприятие благоустройства. В этом году, в общем-то, я вот этой организации благоустройства, да, как-то я благодарна. В прошлом году подтопление было очень такое бурное, прямо до, как бы, окон доходила вода. О полном и благополучном для этого района прохождении паводкового периода говорить пока рано. Однако люди уже рады, что их подвалы сухие и во дворах не стоит вода. Во двор ни разу нынче не затекла вода. Мы тут сразу живем, 21-й дом, у нас каждый год было. Заместитель начальника коммунального предприятия благоустройства рассказывает, что 9 апреля в послеобеденное время первый поток хлынул в направлении домов. Мониторинг ситуации и готовность служб позволила за 10 минут повернуть потоки воды от жилых массивов. Направление мы сделали в сторону колодцев, и там все полностью ливневую канализацию очистили. За счет этого мы успели, можно сказать, и жители сами свои благодарности говорили позапрошлом году. И в прошлом году здесь был уровень воды очень высокий. Ограждение, знаки, вот что здесь дети играются днем, поэтому очень опасно. И здесь дежурные постоянно от КГП благоустройства, мы дежурного поставили, и сами здесь постоянно ходимся. Коммунальщики совместно с Акиматом и дальше будут следить за оттоком воды в нужном направлении. Однако старожилы не припомнят, чтобы в прежние годы тут так топило, и приходилось горядить баррикады и выставлять дежурство. Причину затопления они видят в непродуманном строительстве. Некоторые строения выходят чуть ли не на проезжую часть, а ведь раньше тут были места естественного отвода талых вод.